Добро пожаловать, дорогие зрители, к нашим сегодняшним другим новостям. Дан, другие новости. В настоящее время США и ЕС угрожают санкциями большому государству, России. Это попытка Запада давлением затормозить идущее вверх развитие страны. Но природа учит нас тому, что каждый подрезанный куст роз распускает еще больше цветков. Что такое может происходить с целыми народами, показывает пример из 90-х годов. После распада Советского Союза в 1990 году на Кубе начался сильнейший экономический кризис, который с 1989 до 1993 года достиг самой низкой точки. Куба потеряла 80% своих внутренних и внешних торговых предприятий. За один год ввоз нефти упал с 13-14 миллионов тонн до едва еще 4 миллиона тонн. Этот недостаток нефти имел катастрофические последствия для всей страны. Остановился почти весь транспорт, стало не хватать продуктов питания, закрывались фабрики, отключение электроэнергии стало каждодневным явлением. Дополнительно, США в 1992 году усилили свое эмбарго против Кубы. Это означало, что иностранным предприятиям, работавшим на Кубе, был закрыт доступ в США. Даже кораблям, заходившим в порты Кубы, на 6 месяцев запрещали заходить в США. Товары, блокированные в портах, имели стоимость в 750 миллионов долларов, колоссальный ущерб, принесенный народному хозяйству. Это все было жестокой попыткой США поставить Кубу на колени. Во время этих тяжелых лет кубинское правительство разработало долгосрочные решения для своей страны и предприняло решительные шаги. Недостаток топлива привел к тому, что раньше в высоко оснащенном технике в сельском хозяйстве едва еще применялись машины, хотя это потребовало больше ручного труда, зато повысило долю занятости, вплоть до полной почти занятости. 40% некогда больших государственных предприятий были преобразованы в частные кооперации с высокой степенью автономии. Несколько тысяч гектаров земли были государством бесплатно сданы в аренду крестьянам. В городах правительство также предоставляло жителям бесплатные земельные участки для огородничества. Даже на крышах домов поддерживалось выращивание продуктов питания. Кстати, 2,2 миллиона жителей Гаваны на 50% снабжаются овощами из городского огородничества. За счет разнообразия овощей питание жителей Кубы стало более здоровым. По причине эмбарго США едва еще применялись химические средства для опрыскивания. И для проблемы с транспортом по причине недостатка нефти нашлось решение. Кубинцы изготовили 1 миллион велосипедов и 1,2 миллиона импортировали из Китая. Благодаря езде на велосипеде и ходьбе пешком значительно снизили сердечные приступы и инсульты. Куба не дала покорить себя санкциям, как этого ожидали США, но приобрела контуры. Кубинцы научились силой объединения думать совокупно и маленькими шагами действовать. Санкции, введенные США против Кубы, привели кубинцев к перемене мышления и изменениям стандартов. Не является ли это воодушевляющим примером для нас всех? Дорогие зрители, ввиду агрессивной стратегии США за мировое главенство, мы все можем собраться духом, потому что совместно мы сильны. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Доброго вечера! Субтитры создавал DimaTorzok